Всем привет! Это программа репортера и Алексей Коноплёв. И как обычно по понедельникам итоговый выпуск. Чем жил город и его люди? Арт-атака. В Самаре завершился 6-й юбилейный международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Репортер узнал, как слиться с толпой артистов и какие тайны скрывают под собой театральные маски. Век Самары не видать. Поселок управленческий отметил 100-летний юбилей. Для чего на праздник приехало сразу две кареты скорой помощи. И есть ли вообще жизнь в управе? Очумелая география. Самарский умелец создал деревянный конструктор в виде карты России. Можно ли добраться от Калининграда до Сахалина за 10 минут? Из чего все-таки начинается родина? Репортер разобрался. Перед просмотром следующего сюжета попрошу вас выключить мобильные телефоны и сесть поудобнее. Нас ожидает настоящий спектакль. Да не один, а целый десяток. В Самаре прошел ежегодный международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Как заставить зрителя поверить, что главная роль в постановке принадлежит именно ему? И как выразить себя, если слов уже не осталось? Ну а также чего попросили актеры у всех жителей города? В этом разобрался репортер. Картон, ножи, малярная лента, кисти и запах краски попахивает большим ремонтом. Но здесь ни строителей, ни четких планов. Все по воле фантазии и велению музы. На этом празднике жизни проказничать обязательно разрешается. Двери на уже шестой по счету фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» на три дня открываются для всех желающих. Очень нравится, когда приезжают иностранные актеры. Они, во-первых, приезжают в какой-то своей интересной программе, во-вторых, они разговаривают на своем языке. И приятно, что они взаимодействуют с нами, мы их понимаем ко всему прочему. Это прям как-то поднимает самооценку. Оставаться здесь белой вороной нельзя. Так нужно выглядеть. Перед началом спектаклей для всех гостей пункт выдачи хорошего настроения. Зрителей всех возрастов приглашают на мастер-классы. За 10 минут себя здесь можно с ног до головы поменять. У волонтеров фестиваля целое ателье под открытым небом. Пара атласных лент, бумажная бабочка, картонный цилиндр, десяток резких мазков. Вот вам и самый трендовый костюм современного театрала. Мы уже второй год на этом фестивале. Очень нравится семейный праздник. Детям нравится. Мы еще и не устали, и не собираемся даже близко уставать. Нам каждый год это нравится делать. И мало того, я чувствую, что это и тем, кто приходит на фестиваль, нравится. Поэтому мы его будем делать и дальше продолжать. Будем стараться его расширять по мере возможностей. И очень-очень хотим, чтобы он был, жил и продолжался. Все, кто приоделся, занимают места в зрительном зале. Через пару минут на сцене актеры без лиц и маски без имени. Образы под стать разодетым зрителям. На подмостки выходят артисты питерского проекта со сложно запоминающимся названием, но навсегда застревающей в голову стилистикой. Странствующая кукла господина Пыжо. Лица актеров скрыты под огромными масками. Так что никакой мимики. Только игра тела и импровизация. В этом году, помимо гостей с берегов Невы, к зрителям вышли актеры из Архангельска, Австралии и даже Чили. У всех своя собственная программа, увидеть которую можно только на таких вот уличных фестивалях. В серьезных залах такого не показывают и часто просто не понимают. А в парке экспериментам всегда рады. Да и зрителей в ряды актеров пригласить проще простого. Скажите нам, как вам Самара? Люди, как вам в Самаре? Здесь есть стиль, определенный стиль. И он везде выдержан. От мелочей до каких-то глобальных конструкций. И просто идешь по парку и понимаешь, что вот да, вот это атмосфера. Так должно быть. Театр с утра до вечера. Столько спектаклей за один день, ни по одному абонементу не посмотришь. А тут все разом и под открытым небом. Организаторы фестиваля «Пластилиновый дождь» итогом очередного театрального безумства оказались довольны. Так что и в следующем году фестиваль снова прольется на головы горожан. Чтобы вновь доказать весь мир театр, люди в нем актеры, а все истории обязательно заканчиваются хорошо. Всех жителей Самары поздравляют с юбилеем. Правда, районного значения. Поселок Управленческий в эти выходные отпраздновал ни много ни мало – сотый день рождения. Чего в честь праздника пожелали себе коренные жители поселка? Есть ли жизнь на окраинах большого города? И как эту жизнь делать ярче с помощью обычных картонных красок? Репортаж в лицах и эмоциях. Больше 20 километров от центра Самары. Почти час езды на автомобиле. Море зелени, свежий воздух, Волга и каждому известная смотровая площадка. Это вам не загородный курорт, всего лишь один из районов Самары. Поселок Управленческий, административный центр Красноглинского района. Удаленный от города, за свои годы городом он быть не перестал. Сюда едут из самого центра за видами и впечатлениями. А сегодня и ради поздравлений. Всем известной, знакомой, а кому-то родной Управе сегодня сотня. Век жизни. Практически вторая родина, потому что мы здесь живем с 89-го года, не выезжая. Как вот после института приехали, и вот с тех пор живем и радуемся. Потому что здесь лучше у нас. У нас здесь природа, у нас здесь лыжи, коньки, лес, Волга опять же рядом. У них здесь все. Почти 40 тысяч человек постоянно проживают на территории поселка. Кто-то просто живет, кто-то приезжает сюда на работу. Кто-то успевает здесь все, даже не пытаясь попасть в большую и шумную Самару. Здесь им всего и всегда хватает. День рождения поселка в доказательство. Душа просит песен, артисты уже на сцене. Пусть не хедлайнеры, зато певцы все свои, знакомые из соседнего подъезда. На десерт именинникам даже автопарад. До автограда еще ехать и ехать. А тут транспорт на любой вкус и кошелек. И главное, собран своими руками. Я танкист, муж у меня солдат, охраняет сейчас нашу машину, Катюшу. И наша тоже боевая, боевая солдатка Виктория. Солдатка Виктория к такой славе, кажется, еще не привыкла. За два дня родители из ее коляски и картона возвели целую копию боевой Катюши. По соседству с зенитным орудием сразу две кареты скорой помощи. Впереди идущий в счастливое будущее корабль. У нас в Управленческом очень много красивых мест. Вертолетная площадка видовая. Тоже прелестный вид на Волгу. Многие городские люди приезжают сюда очень часто на вертолетку посмотреть. Такая же набережная. Даже лучше может быть. Все эти мамы и папы с колясками еще полвека назад сами едва ходить умели. Сегодня у них на руках уже новое поколение. А может и будущее поселка. За сто лет Управленческий вырастил и воспитал тысячи детей, которые даже сегодня ни за что не применяют его на большой город и шумные улицы. Быть может и еще через полвека на очередной юбилей на эту площадь вернется и солдатка Виктория, и повзрослевшие моряки, и уже опытные медики, которые так же громко, как и их родители, сегодня скажут. С днем рождения, любимый поселок. Мы тебя никогда и ни на что не променяем. День знаний уже не за горами, поэтому предлагаю вместе с самарскими энтузиастами немного освежить в голове школьную программу. Наши земляки придумали необычный способ изучения географии, так называемые спилскарты. Из обычной фанеры они вырезали отдельные регионы, города и даже карту всей страны. Как от Сызрани добраться до Борского за пару минут, из чего все-таки начинается родина. Репортер собрал все части воедино. Встаем, здороваемся с преподавателями, начинаем инновационный урок географии. Тема занятия – административное устройство страны. Параграф – первое количество субъектов Российской Федерации. Запоминается просто. Берем область в руки, добавляем к ней край, республику, еще пару регионов и пересчитываем. География ничего не помнит, сама я ездил за рулем. Помогает? Помогает. Я отпустила. Шутки про деревянные игрушки тут не пройдут. Такое развлечение фору любому компьютеру даст. Спилсконструктор и проект по его сборке «Я знаю Россия» – выдумка простого самарского парня Евгения Тюрикова. Дрехов в столицу, он так заскучал по дому, что родную Самару решил из дерева вырезать. Вдобавок к ней еще 84 детали субъекта страны. Самарский картограф для начала решил замахнуться всего лишь на карту страны. Площадь его России всего 40 на 50 сантиметров. Вроде и не разгуляешься, но люди от такого в восторге. Всю страну объехать жизни не хватит. А тут от Мурманска до Сахалина буквально рукой подать. Проект выставляют на городских площадках и фестивалях. Тем, кому здесь умом Россию понять пока не удается, предлагают начать с изучения малой родины. Житель Ингрегов Волги предлагает собрать карту Самарской области и попытаться сдать норматив на получение почетного знака. Время на сборку – 3 минуты. Репортер решает проверить свои силы. Время пошло. Если человек сдает норматив в 10 минут при сборке скилз-карты Российской Федерации, он получает значок первой степени «Знаю Россию». А если выкладывается в 15 минут, то получает значок второй степени. А при сборке скилз-карты Самарской области нормативы 3 минуты. При всем желании «Жигулевская кинель» поставить рядом никак не получится. Конструкция пазла не позволит. Так, методом проб и ошибок организаторы мечтают восполнить у россиян хотя бы маленькие пробелы в географии. По всей стране в проекте «Я знаю Россию» приняли участие уже более 6 тысяч человек. Нагрудные знаки отличия пока получили чуть меньше тысячи. Личный рекорд репортера по сборке родного края – 15 минут с небольшим. Но организаторы успокаивают. На первый раз и этого более чем достаточно. «Я собирал, я собрал за 25 минут. Я очень горд с собой, что за 25 минут хотя бы собрал. Первый раз за 40 минут собрал. Рекорд, насколько я знаю, 4 минуты. Вообще в Москве установил рекорд один мальчик. Планируем повысить уровень знания федеративного устройства государства нашего, чтобы все знали, все хотя бы знали, где какой город находится как минимум». Организаторы обещают развивать свой проект, только пока сетуют на то, что на их уроки географии приходит не так уж и много учащихся. Тех, кому просто интересно, пока в разы больше тех, кто не боится взяться за родную страну своими двумя. Очередную возможность испытать себя куратор проекта обещает дать самарцам уже совсем скоро – день рождения родного города. Ну и к слову о путешествиях. Предлагаю отправиться за пределы Самары. В Тольятти прошел финал областных соревнований профессионального мастерства «Лучший лесничий-2016». От кого охранять лес тяжелее всего? И можно ли стать настоящим лесником без бороды и топора в руках? Репортер заинтересовался профессией. Точеные фигуры, пышные локоны и идеально сидящие наряды – не иначе лесные феи, как минимум амазонки. Грациозно перемещаясь между густыми зарослями, они изучают и измеряют каждый сантиметр лесных насаждений. В руках самый искусный инструментарий – карандаш, бумага, угольник, бусоль и призма анучина. И никакого волшебства. Всем этим па их годами учили. Выпускницы лесных техникумов и вузов сегодня уже профессионалы своего дела. Насколько опытные, сегодня и выясняют. Прямо под тенью сосен проходят соревнования областного масштаба. Уже пятый год подряд здесь определяют лучшего лесничего региона. По наследству досталось. У меня была дедушка, работала в этой сфере, мама была лесничим. И как бы я по стопам пошла. У Татьяны знатного любовь к лесу в крови. Профессия лесника – это наследственная. Девушка признается, лесом тяжело больна. Без свежего воздуха и яркой зелени она и дня прожить не может. Искусство оберегать и приумножать лес она училась не только на лекциях, но и у опытных лесоводов. Да так, что пару лет назад уже обошла их своей первой победой. Сегодня она снова вышла на старт. Цель данного мероприятия в принципе выявить сильнейших, выявить профессионалов, выявить людей, которые ответственно относятся к исполнению своих должностных обязанностей. В программе соревнований проверка исключительно топовых навыков. Впереди пять серьезных этапов. Настоящий лесник в идеале физически развитый интеллектуал. Ну или интеллектуалка. Первое задание – узнать лесного вредителя с первого взгляда. У нас непосредственный этап называется «Определение болезни и вредителей леса». В нем он заключается в наличии карточек. Под каждой карточкой имеется фотография вредителя и болезни, которые наши конкурсанты обязаны рассказать. То есть рассказать, дать название, дать меры борьбы, сказать какие повреждаемые породы, фенологию и все на этом. Если вовремя не заподозрить неладное, деревья может спасти только вырубка. Для лесников это как по-живому резать. Даже официально отведенные под вырубку участки леса специалисты перепроверяют десятки раз. Еще пару раз во время соревнований. Очередной этап – отвод делянки. Работа деликатнее некуда. Нужно отыскать сухостой, заклеймить пригодные для вырубки деревья и задокументировать каждый сантиметр зеленой зоны. Я любил охоту, рыбалку. И когда подошло время выбирать свою будущую профессию, как бы тут вопрос не стоял, куда я пойду. И закончил Бузлухский лесхозтехникум. Сейчас поступил на высшее. Работаю, тружусь. Мне нравится. Лесничий Татьяна с заданиями справляется на ура. Поблажек для девушки не делают. Лесник даже в юбке – профессия сугубо мужского рода. Как говорят у нас коренные, такие уже заядлые лесничьи, говорят, что женский и на мужской род у нас не делятся. Поэтому обязанности у нас всех одинаковые. Если отправили даже девушку в лес на отвод, значит на отвод. Очередные соревнования региональные лесничьи приурочили к своему главному празднику. В сентябре служители леса отпразднуют 190-летие со дня основания их профессии. Тогда же организаторы соревнований и обещают назвать лучшего специалиста этого года. Но победа для них станет лишь малым подарком. Хотя бы в свой праздник лесничьи будут рады узнать, что в лесах области ничего не рубят, ничто не горит и никто не мусорит. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»